Одно слово извинений и девять щенков по двери. Неожиданная ситуация в приюте перед самой проверкой. Домашний мини-приют собаки Семашка. Сегодня у нас плюс девять. И это вовсе мы не хвастаемся теплой зимой и мягким нашим климатом. Погода наоборот хвостиков не балует. Благо есть чем топить. Но это все касается животных, которые живут непосредственно в приюте. А вот про уличных их часто забывают. На улице стабильно около нуля. Даже днем бывает небольшой минус. Что и говорит тогда про ночь, когда будет минус три, минус пять, а то и того больше. Погода-то меняется, зима в самом разгаре. А девять это новых щенков. Опять. Огромная коробка со щенками под дверь приюта. Девять малышей все дрожат. То ли от испуга, то ли от холода. В коробке записка всего с одним на всего слово. Извините. Но вот за что Марине Абельдяевой все это. И это в то время, когда у нас со дня на день повторная комиссия должна быть. Еще девять щенков в общее количество. Не зарегистрированных, не приведенных в порядок, не вакцинированных, даже не прогрестогоненных. Вообще не понимает волонтер, что теперь делать. Трясет всю женщину. Не представляет, куда малышей физически разместить. И главное, как прокормить. Для девяти мордочек крайне необходима помощь. Абсолютно любая. Все примем с огромной благодарностью. Но сейчас для малышей особенно актуально будут мягкие корма или паштеты. Яйца, курица, молочная смесь, творог, рис, овсянка. Пеленки одноразовые. Вот они очень нужны. Теплые вещи, пледы, одеяло. Казалось бы, просто щеночки. Что там с них? Но если добиваться того, чтобы они сейчас выжили и, главное, выросли здоровыми, тут нужен уход не меньше, чем за ребенком. Так что как-то так. Будем очень признательны любой помощи, любой поддержке.